Накануне, 8 января, госминистр остатков сепаратистского образования Рубен Варданян выступил с очередным обращением, коих в последнее время было предостаточно. На сей раз, правда, оно было довольно объемным, но и даже в этом случае вряд ли бы мы обратили на него внимание, если бы нас не заинтересовал один момент в его словах. Так Варданян посетовал на то, что имеются случаи побега из Ханкинди некоторых богатых жителей. «У нас было несколько случаев, и эти случаи ясно показывают неприемлемую для меня ситуацию. Например, мы знаем, что одна богатая семья поехала отдыхать, используя свои связи, и это вызвало много негативной реакции», — сказал он. Редакции «Калибр 1» удалось выяснить, кого же имел в виду Варданян. Как сообщили нам информированные источники, госминистр имел в виду семью Григория Аркадьевича Габриэлянца. Родившийся в 1934 году в Баку Габриэлянц — советский геолог, министр геологии СССР в 1989-91 годах. Несколько дней назад представители РМК сообщили азербайджанской стороне о том, что требуется медицинская эвакуация Габриэлянца из Ханкинди. В просьбе было отмечено, что вместе с 88-летним экс-министром на вертолете Росмиротворцев будут двое сопровождающих русских солдат, больных коронавирусом. Наши информаторы на местах сообщили, что в терминал воздушной гавани вошел Габриэлянц, причем несмотря на возраст и сообщение РМК о медицинской эвакуации, абсолютно бодрый и на своих ногах. Его сопровождала супруга. В руках экс-министр крепко держал черный дипломат, который, по нашим данным, был под завязку забит деньгами. Получается, что для бывшего высокопоставленного советского чиновника с помощью миротворцев был организован ВИП-тур, а если быть точнее, побег из Ханкинди в Эребуни на военную базу российской армии. При этом указанные выше два больных солдата в аэропорту Ходжалы так и не появились. Конечно, воздушное сообщение в Карабахе осуществляется лишь по разрешению официального Баку. Ответь азербайджанская сторона отказом на просьбу РМК, то ни один борт не смог бы подняться в небо из аэропорта Ходжалы. Но если состоятельные карабахские армяне, используя свои связи и финансы, пытаются бежать из-под власти криминального дуэта Варданян-Арутюнян, то препятствовать им мы не будем.